всем привет в общем фио решили расчистить рынок наушников верхней начального или нижней среднего ценового диапазона и выпустили новые гибриды fh3 как несложно догадаться построен использованием трех излучателей 10 по моему миллиметровый динамически с бериллиевым напылением диафрагмы может не 10 миллиметров это не так важно и пара излучателей со сбалансированным якорем причем подчеркнуто что они от ноуз то есть не просто так ну и фио решили конечно же продемонстрировать что они являются технологическими лидерами для одним из технологических лидеров данного сегмента тут на полную катушку задействованы все технологии которые они откатали на более старших наушниках fh5 fh7 и так далее то есть вот это с turbo улитка такая длинная для баса и размещение верхней верхнечастотного драйвера кроссовера и так далее то есть наработали они хорошо и получилось у них тоже забегая вперед скажу что наушники получились хорошие стоимость составляет 160 долларов на них но за будет зависеть конечно же от аппетитов дистрибьюторов локальных потому что эта цифра может немного отличаться импеданс 24 ома 114 дБ чувствительности то есть хорошие все характеристики ну и давайте смотреть на все подробнее а анекдот дня сегодня такой иногда необходимо останавливать колесо и выгуливать белку упаковка вот такая вот черная традиционная для фиевских наушников лэбочка для проверки на оригинальность но вряд ли кто-то сможет эти наушники убедительно подделать внутри инструкция на китайском и английском при этом инструкцию даже не напечатали технические характеристики почему-то не знаю что им мешало тут сами наушники надо их извлечь лишние убираем в сторону и тут те кто давно знакомы с продукцией наушниковой фил уже знаешь здесь находится жесткий пластиковый кейс удобный практичный для длительного хранения но естественно для повседневной носки он не всегда хорош поэтому крупного тут находится вот такой второй матерчатый чехол для хранения обычного на ходу и инструмент для чистки такая кисточка не знаю нужна ли она кому-то или нет в чехле запасом насыпали насадок да чехольчик матерчатый на змейке на самом деле очень удобный для быстрого сматывания и упаковки наушников насадок аж 4 вида большинство большинство представлены по три пары вот такие вот белые с красным силиконом пенки пенок всего две пары такие вот серые с красным сердечником или центральной частью и такие вот чисто черные силиконовые вы их все видели с другими наушниками от фио но обычно в старших моделях они больше красиво разложено тут их просто попаковали по мешочкам но все равно комплект поставки аксессуары очень хорошие не стали экономить вот сами наушники как видите некоторое сходство с со старшими fh5 fh7 тут имеется но они в более компактном корпусе и меньше всяких блестящих выделяющихся частей то есть просто черный волнистый фейсплейт но и немножко более компактный корпус внутренняя сторона сделано вот так вот эргономично все закруглено все аккуратно ничего нигде не выступает в уши не упирается поэтому проблем с ношением я думаю большинства людей не будет мне садятся очень комфортно и даже на протяжении длительного времени тоже носятся удобно звуководы длиннее среднего выходят под правильным углом поэтому звукоизоляция тоже чуть лучше среднего но естественно не максимально для максимальной пассивной звукоизоляции нужны наушники с глубокой посадкой прямо в мозг есть вот тут компенсационное отверстие выступ для того чтобы держать насадки защитная сеточка в общем собрано все очень аккуратно видите смотрится красиво действительно хороший уровень работы с материалом используются сменные провода ммцx коннекторы довольно тугие поэтому защелкиваться на месте хорошо так вот провод комплектный мы уже видели у некоторых более старших моделей это монокристаллическая посеребренная медь опять же если я правильно помню что заучивание характеристик не сильная моя сторона заушины есть но без эффекта памяти сам провод средний он не мягкий он средний по жесткости поэтому у него был бы заметный микрофонный эффект но благодаря вот этим заушинам он ощутимо гасит то есть это не супер мягкий там мега комфортный провод но целом и не самый капризный металлический разветвитель есть ползунок для затягивания под подбородком и дальше он идет вот так вот параллельно в два провода идут вместе до вот такого вот углового штекера то есть филы на самом деле используют очень известного подрядчика для изготовления проводов но не афиширует это в общем кабель хороший но может быть не самый мягкий но к счастью куча есть смены проводов и у самой филы и у других производителей недавно они выпустили премиум кабель lc р и если я правильно помню будет на него в каком-то обозримом будущем обзор ну а возвращаясь к fh3 видите комплект поставки хороший презентация тоже дизайн и все остальное тоже сделаны на очень высоком уровне ну и конечно же поговорим о звуке для этих наушников фио решили сделать максимально массовый тюнинг но сделать его хорошо и поэтому они сделали аккуратную но техничную вешку с перепадом где-то 8 децибел между самым высоким акцентом и самым низким при этом они сделали все сбалансировано не пытались что-то куда-то прижать компенсировать приукрасить поэтому получилось очень натурально очень естественно и думаю что положительные обзоры будут появляться все больше и больше потому что действительно тюнинг практически универсальный прогревал их где-то 60 часов больших изменений в звуке не было поэтому можете особо на это не тратить время насадки подобрать нужно и не необходимо я лучших результатов добился с вот этими вот серо-красными но остальные немного влияют на звук поэтому можете поэкспериментировать естественно для примеров плеер тоже будет от фио ну просто потому что фио к фио а 6 а 6 вот ну и по порядку низкие частоты акцентированы акцент где-то наверное стоит признать среднем не супер большой не супер маленький при этом не пытаются наушники создать дополнительную массу какой-то там массивный звук добавить теплоты бас довольно техничный упругий хлестки немножко такой скоростной поджары но в целом звучит приятно и что тоже немаловажно сделан основной акцент не только на mid bass но и на глубокие низкие частоты поэтому уходит неплохо в глубину но опять же не доминируют низкие слои баса как в некоторых других наушниках то есть как сделать эффектный звук накачать самый глубокий слой низких частот и поэтому она будет там утробно стукать тут при старались придерживаться более натурального тюнинга более подходящего для акустических инструментов для естественных всяких там контрабасов низких частот фортепиано и всего прочего но при этом электронная музыка с синтезированными низкими частотами тоже звучит весьма приятно и сбалансированно скажем это не басхедная модель но и на недостаток низких частот жаловаться тут не приходится в общем на мой вкус низкие частоты и качественно хороши ну если сравнивать с чем-то более топовым то конечно не хватает там мелкой проработки всяких нюансиков но для вот этого вот сегмента до 200 долларов они хороши и качественно и количественно по крайней мере на мой вкус их подобрали вот столько сколько я бы наверное сам пожелал и в качестве примера немного необычный трек но я его использовал уже для примера низких частот это ghost миллиора или не знаю как правильно этот альбом читается маме даст в общем это ну не совсем металл скажем ближе некоторые вообще говорят что это поп музыка но на самом деле это хороший тяжелый рок ну или там не в брутальный металл и в этом альбоме они использовали большой барабан такой массивный хорошо записанный и бас-гитара тоже прописано приятно и вот эти вот наушники отыгрывают и тело этого барабана и бас-гитару хорошо не выпячивая и не пряча средние частоты немного опущены по а чеха но благодаря тому что тут используется хорошая техничная арматура нет вот этого вот эффекта отведенности средних частот на задний план наушники стараются придерживаться и балансировать между всеми возможными вариантами подачи средних частот то есть тут нет накачки макродинамики нету подчеркивание микро контраста нет дополнительного веса нет скажем попыток подчеркнуть разрешение в общем все идет по сбалансированному пути и так как запи есть в записи то есть если запись хорошо сведена с хорошей макродинамикой с хорошим весом наушники все это отыграют у вас будет телесный бокал там хорошие инструменты и прочее если разрешение нормально наушники это отыграют но при этом они не будут пытаться добавить тело подчеркнуть эмоции и так далее поэтому записи они умеренно критичны но не запредельно очень приятно натурально естественно чисто красиво играют ну если опять же вам не нужен какой-то искусственный окрас типа там аналоговое звучание или еще что-то по воображаемой сцене они где-то заметно больше среднего в ширину и глубину не самый запредельно большие по сцене но в целом позиционирует инструменты хорошо у них размеры более-менее правильное разделение и глубину позиционирования ширина чуть больше чем глубина но все равно всякие трехмерные штуки наушникам этим удаются они хорошо отыгрывают особенно там группы типа pink floyd и прочих кто любит елу но и многие другие кто любит всякие трехмерные эффекты в записи тут эти наушники порадуют х иногда могут даже внезапно испугать когда кто-нибудь начинает разговаривать неожиданно рядышком в качестве примера у меня морили он но уже альбом постфишевской эры наверное лучший альбом после ухода фиша это brave hard as love трек называется ну и это классический морили он хорошие мелодии приятный вокал нормальный неглупый текст вообще альбом в целом концептуальный и с очень интересной историей поэтому любителям умного рока всячески его рекомендую это не то чтобы мега там супер сложный прогрессив но это не опрок поэтому он балансирует между сложностью и при этом слушабельностью и слушательностью как это правильно сформулировать все гитары вокал и все остальные штуки тут прописаны хорошо и присутствуют ну и верхние частоты еще один на мой взгляд удачно сбалансированный момент потому что в фио сумели добиться того что они присутствуют но при этом не резки потому что раньше у них обычно выходила или ярковато или прижатые верхние частоты средний путь у них не всегда получался а тут вышло конечно же протяженность тут всего лишь чуть больше среднего не стали делать запредельно протяженные в очи во первых не тот ценовой сегмент но и во вторых тут всего две арматуры поэтому пришлось сконцентрироваться на максимально важных участках верхние частоты немного приподняты но при этом они не резкие не не доставляет какого-то дискомфорта но может быть для особого че чувствительных людей все-таки наушники стоит послушать на мой слух принципе в очи тут даже чуть меньше чем я бы предпочел но при этом не настолько чтобы сказать что это какая-то проблема поэтому павочи они тут сумели добиться хороших результатов это типичные арматурные верхние частоты красивые ясные детальные с немножко ускоренными атаками затуханиями что дает эффект такой небольшой легковесности но при этом не звучат они металлические не звучат не натурально в общем все практически хорошо количество подобрали их столько чтобы компенсировать низкие частоты и отыграть всякие там перкуссии убертона насыщение убертонами нормально но слоистость разумеется очень базовая ну это все-таки не тот ценовой сегмент где стоит ждать чего-то другого принципе думаю большинству людей по комфорту в очи тут подойдут но опять же это мое предположение моя проекция в качестве примера тоже довольно тривиально выбранная вещь но sting это всегда хороший пример верхних частот немаловажная часть его треков это перкуссия всякие колокольчики перезвоны трещоточки и прочие вещи и это одна из фирменных черт его песен и в общем-то тут они тоже есть и эти наушники отыгрывают их хорошо довольно натурально но при этом не гипер акцентируя если говорить об источниках то в целом тоже получились довольно универсальные наушники их можно более-менее нормально послушать даже со смартфоном но естественно для полноценного их раскрытия нужно что-то хотя бы уровня фио м11 и у них большой потенциал роста то есть даже с м15 они заметно подросли но естественно для плей топовых плееров там сегмента 1000 долларов и выше это уже не самая оптимальная нагрузка но в целом наушники довольно хорошо реагируют на смену источников если говорить о сравнениях то в общем-то с одной стороны много наушников которые оттюнингованы в виде вешки но они все практически так или иначе отличаются если говорить о самих фио то допустим их fh1s они более нейтральные более ровные более яркие более сухие и мониторные jade audio ea3 больше похоже такой младший брат этой модели поэтому они они как бы тоже v-образные но видно что слышно вернее что тут все-таки намного выше технический уровень fd1 но они довольно цели сильно отличаются это один динамик поэтому там друг и друг он заметно по-другому старых строят акценты поэтому они в целом не похожи если говорить каких-то других производителях то си аудио лица и аудио как их правильно там назвать l3 которые legacy 3 они мягче на средних частотах они более такие аналоговые более плавные у них меньше разрешения на середине особенно заметно плюс у них немного медленнее бас и чуть более под протяженные в чем но немного еще комфортно то есть как бы они такие тоже вешка но при этом они такие чуть от более аналогов звучащие с меньшим разрешением hi-fi бой о s v3 которые я часто считаю скажем другой точкой референса в этом ценовом сегменте они более нейтральны чем эта модель к звучат более мониторно с меньшим количеством нч и чуть более протяженными но менее акцентированными в че то есть эти более такие чуть веселее скажем чем hi-fi бой что еще не дали из недавнего было шо зиру шо зиру же не более выраженная башка то есть у них больше паса хоть он и чуть чуть медленнее чуть больше опущена середина и немного более приподнятый в че то есть их немного больше не знаю бикю его и z spring spring веселее они такие более энергичные у них больше от накачки и окрашенности такой веселый и плюс у спрингов немного лучше проработаны верхней частоты за счет вот этого вот их пьезокерамического излучателя они может быть еще что-то не вспомнил моделей много но не вижу смысла вспоминать все в общем я основные какие-то точки задал так что вот такие вот получились f h3 только недавно вышли на рынок но думаю что свою долю популярности они сейчас будут собирать я с любых если бы я гонялся за дешевым хайпом я бы там называл этот обзор какой-то там новый убийца гигантов короли чайфая то новый топ-1 моего топ-10 но я стараюсь так и делать поэтому могу сказать что мне наушники очень понравились они но как всегда не могу сказать что это вот там хватайте все это обязательно вам понравится это не попытка сделать какой-то аудиофильский звук это более такая веселая подача но при этом она все-таки техничная поэтому они не уходят куда-то в сторону сильная окрашенного звука или чего-то совсем специфического так что в общем в моем моем представлении или в моей проекции на вот на большинство из вас тех кто сможет сейчас смотрит этот обзор на то понимание как какой звук нравится людям хотя могу тут и ошибаться думаю эти наушники подойдут и понравится очень многим так что вот такие вот получились fio fh3 спасибо за внимание спасибо за внимание